Выпускница 17-й Одинцовской школы Анастасия Яковлева учится в Суриковской академии на архитектора. В будущем девушка мечтает реставрировать здания, фрески и монументальную живопись. Еще в восьмом классе она сомневалась в выборе специальности, пока не познакомилась с новым преподавателем Юлией Александровной Ковалевой. Юлия Александровна – это мой любимый учитель со времен школы. Она вела у меня историю с восьмого класса, и как раз в то время я думала, куда же мне поступать. И тогда как раз меня заинтересовали уроки истории, и в девятом классе я решила сдавать ОГЭ по истории. Сегодня Анастасия пришла к Юлии Александровне рассказать о своих успехах и вручила подарок, сделанный собственными руками. Шкатулка, выполненная из фанеры. Тут почему изобретает Петр Первый и Данте? Это именно хотелось соединить две составляющие вашей преподавательской деятельности – это история и искусство. Петр Первый, конечно, потому что вы с восьмого класса нас начали обучать. И как раз вроде бы это первая тема в вашем классе. А Данте для меня – это, в принципе, олицетворение всего искусства. Юлия Ковалева преподает не только историю, но и мировую художественную культуру и общество знания. Она уверена – эти предметы тесно связаны. Когда ты можешь пройтись, прогуляться по Москве, либо по другому городу, ты увидел здания, ты вспомнил, они взаимосвязаны, ты вспомнил, какой это век, какой это стиль, кто там проживал. И ты уже накладываешь, у тебя уже получается целый образ, историческая картинка. Но только это не просто на бумаге, а ты привязал к конкретному месту, к конкретному зданию, и у тебя остается здесь. А в прошлом году она подготовила 11-классника Даниила Агаларова к ЕГЭ. Юноша сдал ее предмет на 100 баллов. Мы с ним участвовали в Олимпиадах. Хочу всем посоветовать. Участие в Олимпиадах обязательно. Просто когда ты участвуешь в Олимпиадах и выполняешь эти задания, когда приходишь на ЕГЭ, видишь задания ЕГЭ, они для тебя уже не столь страшны, как их молюют. По первому образованию Юлия Ковалева – юрист. Она работала по профессии, занималась маркетингом, а потом поняла, что хочет учить детей. Когда-то преподавательской деятельностью занималась ее мама. Юлия Александровна выбрала лучший вуз, лучшего преподавателя и после окончания института пришла работать в 17-ю Одинцовскую школу. Добрый день, присаживайтесь. Так, да, сегодня мы, перед тем, как начать новую тему, повторим. Но повторение у нас пройдет в виде ИГЭ. Ответ В. Совершенно верно. Следующее задание. На уроке истории в 9-м ребята активно участвуют в опросах, викторинах и работают в командах. Выполняют задания вчетвером, и один из учеников выходит на доклад. К началу 19-го века в Сибири проживало около 20 тысяч человек. Уже к половине 19-го века проживало 60 тысяч человек. Екатерина Беринджан с удовольствием посещает уроки Юлии Александровны. Ей легко дается предмет, и девушка активно участвует во всех опросах на занятии. Мы сначала разбираем задания, какой-то материал, а потом обязательно делаем еще задания из ОГЭ, например. Кому это интересно, но кому, кто не задает предметы, историю или общество знаний, тоже это полезно. То есть закрепление материала и изучение дат мы проходим по карточкам. То есть, например, делаем сами карточки дома, и из-за этого легче запомнить даты. Для Юлии Александровны это действительно осознанный выбор профессии. Она любит свою работу, и общение с детьми вдохновляет ее на новые идеи в преподавательской деятельности. Когда ты приходишь к детям, проводишь у них урок, они тебе рассказывают, они с тобой общаются, они смотрят на тебя такими глазами, и ты просто настолько от них заряжаешься, что все вот эти, все какие-то печали, вот это какая-то, не знаю, бюрократия, еще что-то, а ты от чего устаешь, оно все куда-то улетучивается, думаешь, ну ладно. Ольга Дмитриева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».